Друзья, всем привет! Сегодня с вами говорим вновь о стоковых обновлениях на многие смартфоны Xiaomi. Их вышло неплохое такое количество, можно улучшить свои устройства без всяких там дополнительных телодвижений путем лишь просто обновления. Поэтому присаживайтесь поудобнее и мы с вами начинаем. Что же, у нас подопытным выступает смартфон Xiaomi 13T. И вот самое первое, с чего я хотел бы начать, это будет обновление системной оболочки. И да, на многих аппаратах это действительно обновление очень получилось удачное. Версию системной оболочки я вам сейчас продемонстрирую. Вот, пожалуйста, она перед вашими глазами, сейчас мы доклацаем до нее. Системная оболочка 7947 от 11 марта. Что я заметил, устройство стало более отзывчивее. И как бы казалось бы, Xiaomi 13T должен в любом случае позволять чувствовать эту мощь смартфона, как бы предфлагманского устройства. Но все же были определенные вопросы по нему. И данное обновление всю эту историю исправляет. Помимо этого, также не убирают разработчики здесь и жест по рабочему столу для вызова поиска. Да, очень интересная тема. Для тех, кто не знал или же не пользуется этой темой, показываю как это работает. Вы ее активируете, вот здесь такой вот свайп вниз сделали и у вас проявляется поиск. Ну, чем-то он мне напоминает айфоновскую такую тему. Если вы еще поменяете регион на Индонезию, у вас тут еще проявятся супер папки. Но, как вы видите, у меня этого не проявляется. Но в любом случае, быстродействие и оптимизацию в новом обновлении я заметил. Аппарат стал работать куда более отзывчивее. Если вы также хотите попробовать новые виджеты, вы также это можете сделать путем обновления стокового приложения, то есть лаунчера. И до установки там ленты виджетов и нового приложения тем. Об этом я уже на канале рассказывал и в описании оставлю отдельное видео. Для вашего удобства я показываю, какие в принципе стоковые обновления вышли за последнее время. Если вас интересует, допустим, возможность прослушивания там ютуба или музыки в фоновом режиме, то есть в так называемом режиме уха, то вы можете это сделать с помощью стокового приложения музыка. Я также об этом уже на канале рассказывал, но сейчас выходит новая, девятая версия этого приложения. Тут есть всевозможные обновления и в плане эквалайзера, и звучания, и улучшенного поисковика видеороликов с ютуба. В любом случае, очень прикольная тема и такой некоторый заменитель того, что у нас с вами забрали. Еще обновляют стоковое приложение настройки. Я об этом как бы тут еще дополнительно расписал и показал, что если вы его обновляете на HyperOS, и если у вас актуальное устройство, скажем так, у вас, во-первых, может проявиться режим под названием взаимодействие, когда вы можете соединять планшет и смартфон между собой. Ну и плюс еще в дополнение у нас там появляются такие возможности, которые делают перевод определенных настроек. Если, допустим, обновить, то мы можем получить с вами некоторые такие приколы и баги после этого стокового приложения, когда яркость экрана как бы-то в нуле, хотя яркость, как вы можете заметить, явно далеко не там. Есть еще проблемы с активацией режима Bluetooth, когда мы в него заходим, мы его активируем, и по идее у нас должно все вылетать с ошибкой или же не запускаться. Да, вот, пожалуйста, смотрите, это меню просто перезапускает. Но, опять же, я бы ставил бы это обновление лишь только из-за режима взаимодействия. Также, что еще из интересного, это обновление для приложения галереи, обновление для проводника. Кстати, очень крутая тема и рекомендую вам им пользоваться. Обновленный интерфейс, улучшенные разделы, лучше, в принципе, оно себя чувствует, вот в плане именно там работы, способности проложения. И так, что я могу сказать, что, как бы, проводником этим обновленным стоит пользоваться. И еще, что у нас здесь остается из нового, это же редактор галереи, я о нем также рассказывал. Там добавляется возможность при редактировании фотографий или скриншотов, менять там качество, сжимать, там дополнительные фильтры появляются, ну и тому подобное. Ну, а по поводу безопасности, к сожалению, ничего нового нет, лишь только версия для планшета. Если у вас Xiaomi Pad 6, если там какой-нибудь Redmi Pad SE и так далее, то вы можете это все добро поставить на свое устройство. И, конечно же, сегодняшнее видео больше направлено на улучшение вашего смартфона с помощью обновления системной оболочки или же рабочего стола. Кто-то может посчитать, что данное обновление не привнесет чего-то прям сверх вау вашему смартфону, но я так не считаю. Вот, опять же, на примере Xiaomi 13T я это прочувствовал. Такими нехитрыми действиями вы можете улучшить абсолютно любое Xiaomi устройство, у которого HyperOS, у которого системная оболочка идет изначально. К сожалению, на Poco Launcher такое не провернуть, но я думаю, что в будущем разработчики также вспомнят о Poco Launcher и его обновят. Ну, а если у вас еще остались какие-то вопросы, смело пишите их в комментариях, там мы с вами и пообщаемся. Ну, а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok